Товарищи, сегодня у нас в университете рабочих корреспондентов, лекция кандидата экономических наук Виктора Ивановича Гарко о борьбе за непосредственно общественный характер социалистического производства. Добрый вечер, дорогие товарищи. В прошлом году мы все отмечали столетие великой советской революции, но отмечали не только в сутки, чтобы отметить всемирно-историческую роль, эпохально, события, но также с той точки зрения, чтобы изучить опыт, опыт революции, опыт строительства социализма, опыт его развития, понимая, что строительство социализма, его развитие, это не такая прямая линия вперед-вперед, все выше-выше-выше, она идет через борьбу противоположных сторон. И в этой борьбе есть позитивная тенденция, а есть негативная. И не факт, что генеральная линия одержит верх. Она одержит верх, если только позитивная тенденция будет сильнее и активнее переваривать вот эту самую негативную тенденцию. Поэтому тема сегодняшнего занятия – о борьбе за непосредственно общественный характер социалистического производства. То есть речь пойдет о советской экономике, о ее развитии. Сначала о становлении, строительстве и затем о развитии. При этом мы должны понимать еще одно обстоятельство, еще одну закономерность, что коммунистические производственные отношения в недрах капитализма, из которого путем отрицания капитализма, скажем, возникает коммунизм, не возникает. В лучшем случае и в советской власти нельзя взять экономические формы товарно-капиталистического хозяйства, за исключением наиболее развитых форм. Ну, например, банковская система. Ну, скажем, капиталистам в буржуазии легче было, потому что феодализм, капиталистические производственные отношения возникают. Что нужно делать? А нужно строить их. Это вопрос непростой. И поэтому борьба за непосредственно общественный характер социалистического производства, она идет и практическая, и теоретическая. И прежде всего теоретическая. Это в голове. Но давайте поставим на место. Октябрь 17-го года. 25 октября, 7 ноября по новому стилю. Рабочий класс, большевистская партия совершили Октябрьскую революцию. Установлена советская власть. А что в экономике? А в экономике у нас капиталисты. Капиталистические предприятия, которые функционируют на основе экономических законов товарно-капиталистического хозяйства. Ну, хорошо. Вот в начале 18-го года прогнали капиталистов, национализировали предприятия. А как сама вот эта экономика, система управления экономикой должна функционировать? Вот вопрос непростой. Как здесь быть? Спасибо классикам марксизма-ленинизма, которые помогли в этом вопросе. Вот возьмем «Капитал Маркса». Основное произведение марксизма. Первый том «Капитала» вышел 1867-го года. Дверь закрывайте, пожалуйста. Не проходной уже, прости, пожалуйста, Виктор Панович. Ну, что как проходной двор? Простите. За 50 лет до совершения социалистической революции. Почему мы называем это произведение гениальным? Потому что теоретическое изображение капиталистического способа производства, капиталистического развития капиталистического производства в капитале Марса, ну, соответствует объекту, то есть оно истинное. Соответственно, те выводы, которые делал Марс в отношении будущего коммунистического общества, тоже правильные. И вот уже в «Капитале» Марс сказал, ну, поскольку коммунизм есть отрицание капитализма, но не может же и коммунистическая экономика основываться на экономических законах товарного производства, на законе стоимости, на законах производства прибавочной стоимости и так далее. Поэтому он сделал вывод, что в будущем коммунистическом обществе присуща непосредственно общественная форма производства. форма производства, где метрально противоположная товарному производству. Ну, вот Владимир Ильич Ленин, как говорится, уже просто застал, непосредственно участвовал в начале строительства социализма, социалистической экономики. И вот в программе, второй программе РКПБ есть такая формулировка. в целом определение, скажем, что из себя представляет советская экономика. Это планомерная организация общественно-производительного процесса в целях обеспечения полного благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Ну, как мы видим уже, то есть деметральная противоположность товарному производству, закону стоимости. Какая цель капиталистического производства? Ну, о капиталистической производстве, я напоминаю, это лишь стадия, так сказать, развития товарного производства, когда рабочая сила становится товаром. Цель производства – извлечение прибыли. А прибыль – это что такое? Это форма, превращенная в форму прибавочной стоимости. А прибавочная стоимость – это что такое? Это часть стоимости. То есть производство прибавочной стоимости и производство стоимости. Прежде всего, продолжение далее известного пункта. То есть не может советская экономика функционировать на товарных основах. И вот эти выводы, они были, вот эти вот выводы, тенденции, они были восприняты. И, соответственно, началось строительство советской экономики в переходный период. Ну, еще один момент, чтобы было понятно совсем. Стоимость, по своему определению, это что такое? Это затраты труда. А прибыль? По названию вроде как прибыль, да, такой красивый. Что-то прибавляется. Ну, для кого прибавляется? Для того, кто эту прибыль получает, для капиталиста. А для наемного рабочего, что такое прибыль? Это часть его, часть затрат его труда, а именно прибавочного труда, который безвозмездно, на основе закона стоимости, кстати, присваивается капиталистам. Значит, советская экономика, она базируется на противоположных началах. Ну, давайте вот, я процитировал, сказать, цель социалистического производства. Ну, вот возьмем часть, вот, обеспечение полного благосостояния и всестороннее развитие личности. Можно иначе сказать. Построение бесклассового общества, уничтожение классовых различий. Между городом и деревней, между умственным, физическим трудом, между делением управляемых, управляющих. То есть, мы должны достичь такого, когда не будет деления, что одни стоят за станком с утра до вечера, пашут, называется, производят продукты, а другие управляют им. Или стоят, пишут с мольбертом картины, музыкой занимаются. Какой здесь путь? А путь один. Надо сокращать рабочее время, увеличивать свободное. А как можно сокращать рабочее время, ну, скажем, если не уменьшая объем производства продукции, а наоборот, надо увеличивать? Тем более, так сказать, в начале 20-х годов, после гражданской войны, после эволюции у нас нехватка всего и вся была. Повышать производительность труда. Нет другого пути. А рост производительности труда в экономическом плане что означает? Означает снижение затрат на производство продукции. То есть, в каждой единице продукции меньше затрат труда. То есть, видите, и здесь получается геометральная противоположность. Если стоимость, если скажем, прибыль, это увеличение затрат труда, то советская экономика должна базироваться на противоположных принципах, на экономии затрат труда. Ну вот, и эти выводы, теоретически, мы нашли воплощение в хозяйственной практике. Я посмотрел партийные документы в 20-30-е году. Могу сказать, что вот уже в 27-м году, в февральский пленум, да, я извиняюсь на то, что снижение затрат труда. А есть такой показатель, себестоимость. Это вот выражение затрат непосредственно общественного труда. Поэтому снижение затрат, это значит ориентация производства на снижение себестоимости. А снижение себестоимости и снижение затрат труда к чему ведет? Ведь себестоимость – это часть плановой цены. Поэтому снижение себестоимости создает условие, объективную экономическую основу для снижения розничных цен. Вот февральский пленум 27-го года – это впервые вот такое упоминание, не упоминание, а в качестве главной задачи, как центральное звено экономической работы, поставил снижение цен. Вот я цитирую. Центральная экономическая и политическая проблема советской экономической политики – снижение Через год началась уже с полным ходом строительства социализма, переходный период от капитализма к коммунизму. Началась с первой пятилетки, 28-й год. Наярский пленум 28-го года зафиксировал, что необходим решительный сдвиг в поднятии производительности труда и снижении себестоимости. Четко сказано. Не повышение прибыли, не увеличение стоимостных объемов, а снижение себестоимости. И уже конкретно в контрольных цифрах на 28-29 год были определены задания по снижению себестоимости. 16-я конференция ВКПБ, которая состоялась в 1929 году, было принято решение рассматривать снижение себестоимости как обобщающий показатель работы промышленности. Не просто как какой-то отдельный, а находящийся в увязке со всей системой других количественных показателей. Ведь можно же так построить систему управления, что один показатель будет противоречить другим. Ну, понятно, видим, столкнулись с практической жизнью и эту проблему решали. Значит, в 1929 году, в декабре, вышло специальное постановление ЦК ВКПБ, где говорилось и о системе экономического стимулирования. что разница между заданной и фактической себестоимостью является основным показателем успешности работы предприятия. И часть этой разницы, в определенном пропорции, в определенном размере, остается в распоряжении предприятия, используется на примирование решения других социальных задач. То есть, короткий вывод из того, что я сейчас сказал. Вот к этому времени уже, когда завершалось строительство социализма, наша экономика, в общем-то, стала на непосредственно общественных рельсах. Понятное дело, что этот путь противоречивый был, но в целом генеральная линия была выбрана правильно. Кто автор? Ну, поскольку мы видим решение ЦК ВКПБ, то та группа лидеров во главе которой был генеральный секретарь ЦК ВКПБ, товарищ Сталин. Вернемся к теоретической борьбе. Все ли так это было одноправленно? Конечно, нет. Помимо вот этой генеральной линии существовали другие позиции, другие направления. Одно из них, то есть, достаточно большая группа ученых-экономистов, которые совершенно правильно делали вывод, что советская экономика – это не товарное производство. Правильный вывод совершенно. Но тогда возникает вопрос, а какое? Потому что сказать не товарное, как бы отрицательное. Я вот против этого, против этого, но еще неизвестно, за что я. Ну вот, они утверждали, что вместо товарного, так сказать, хозяйства советская экономика предполагает прямой продуктообмен. Или форма, экономическая форма продукта социалистического производства – это натуральный продукт. Ну, наиболее такой известный представитель этого направления – Бухарий. Ну вот, он написал книгу «Экономика переходного периода», по-моему, в 21-м году. А Владимир Ильич Ленин успел прочитать эту книгу, несмотря на всю сложность ситуации, там, гражданская война, голод и прочая, разруха. И сделал замечание, замечание Ленина на книгу Бухарина были опубликованы в 11-м ленинском сборнике, и он четко сказал, то есть там Бухарин пишет, что продукт социалистической фабрики превращается в глядь с продуктом. На что Ленин сказал, нет, не точно. Продукт, идущий на общественное употребление, не через рынок. Более того, есть еще работы и другие, на кассе с местным советским учреждением, где Ленин четко сказал, что продукт социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское продовольствие, ну а крестьянское продовольствие – это, понятно, товар. То есть мелкотоварный уклад, продукт товарного уклада, так сказать, это товар. Так вот, продукт социалистической фабрики, обмениваемый на крестьянское продовольствие, уже не товар, перестает быть товаром. Во всяком случае, не товар. Конечно, вот эти мысли Ленина, его замечания, сыграли большую роль в дальнейшем осмыслении, понимании, обосновании непосредственно общественного характера социалистического производства. Было еще одно направление. Ну, я бы так коротко охарактеризовал эту позицию. Шаг вперед и два шага назад. Ну, шаг вперед, потому что сказали, что социалистическая экономика – это не товарная, по своей сути. А два шага назад. Ну, что значит продукт – натуральный продукт? Вот такую форму он имел в способах производства предшествующих капитализму. Вот феодальное поместье или рыбологическое платифунде. Там вот натуральный продукт, прямой продукт. Корма продукта – натуральный продукт. Третье направление. А вот еще одна группа экономистов, или ученых, как их назвать, заявляла, что советская экономика – это разновидность товарного производства, товарного хозяйства. Ну, вот у этой позиции есть и объективные, и субъективные корни. Объективные корни где? Экономика переходного периода, скажем, с 17-го года, ну, с момента национализации крупнейшей промышленности и образования коммунистического уклада до победы его. В экономике были представлены, с одной стороны, коммунистический уклад, а с другой стороны, товарный уклад, а их два. Это мелкотоварный и капиталистический. И суть экономики переходного периода – кто кого. Либо коммунистический уклад победит товарный и станет целым, либо произойдет обратная тенденция. Так вот, как мы знаем, общественное бытие определяет общественное сознание. Ну, вот есть уклады экономические, мелкотоварные, которые постоянно, ежечасно, ежеминутно рождают капитализм. Есть капиталистический уклад. Соответственно, это преломняется в сознание. Есть и субъективная сторона. Ну, вот как появился капитализм, та же появилась критика капитализма. Кстати, в этом году у нас исполняется 170 лет со дня выхода манифеста Коммунистической партии. Вот я напомню, что Маркс с Энгельсом перечисляет, дает, так сказать, основания, критику различных видов критики капитализма. И одна из них – это мелкобуржуазный социализм. Мелкобуржуаз, они критиковали капиталистов. Вот наиболее такой яркий, типичный представитель, это современник Маркса, Прудон, который написал трактат под названием «Философия нищеты». На что Маркс ответил «Блестящие работы, нищета, философия». Так вот, Прудон, позиция Прудона в отношении товарного производства, то товарное производство, соответственно, основанное на законе стоимости, это очень хорошо. Но что плохого в том, что вот товаропроизводитель потратил труд, вынес свой, произвел продукт, вынес его на рынок и обменял. Но если на основе закона стоимости, то на основе затрата, то так. Обменял на нужный мой товар. Замечательная ситуация. Но он не понимал, что неизбежно сил экономических законов товарного производства. Сначала вырастает капиталистическое производство. А вот капиталистическое производство он не принимал. Это плохо. Капитал плохо. Правда, он путал капитал и деньги, но неважно, пока оставим в стороне. И вот он предлагал, давайте ему вот так вот разделим. Возьмем топор, нож, пилу и вот так вот разделим. Вот это товарное производство, товар и закон стоимости, это хорошо оставим. А вот деньги и капитал мы выкинем. Даже у него была на практике попытка создать народный банк, где бы вместо денег были бы некие рабочие квитанции. Понятное дело, что все это утопия, это ничего не получилось. То есть, причина в том, что Прудон не понимал вот этих закономерностей законов, экономических законов товарного производства. Когда из простого товарного производства, неизбежно рождается капиталистическое производство. Ну вот такая позиция. Мело место. Как развивались события дальше? К середине 30-х годов в нашей стране был построен коммунизм. И мы вступили в его первую фазу, которая называется социалист. Мы можем сказать, что вот это такое замечательное общество, которое без противоречий. Конечно, нет. Понятно, что те же классики Маркс, Энгельс, Миленин, здесь однозначно сказали, обосновали и сказали, что социализм – это такой коммунизм, который выходит из капитализма. И поэтому во всех отношениях – в политическом, в здравственном, в умственном, в экономическом отношении несет отпечатки следы этого старого общества. Ну вот здесь без диалектики, без науки Лути Гегеля, наверное, тяжело разобраться. Есть такие основные, наполагающие понятия. Это становление, снятие, отрицание. Так вот, коммунизм – есть отрицание капитализма. А в диалектике отрицание, понимается, не как голое, не как зряшное отрицание. Вот так, взял и выкинул в сторону, как тоже Прудон предлагал, еще кто-то. А это отрицание с сохранением, с удержанием того, что отрицаем, как снятое. Есть такие понятия, как моменты. В диалектике моменты – это два противоположных движения в одном движении. Поэтому на первой фазе коммунизма, при социализме, внутри, в нем самом, вот это сидит, это отрицание, как отрицательный момент, связанный с выхождением из капитализма. Соответственно, тоже вот это противоречие проявляется, преломляется в экономике. То есть, социалистическое, непосредственное, общественное производство, то есть, оно имеет непосредственно общественный характер, оно является отрицанием товарного производства. Но вот это отрицание, как отрицательный момент, находится в нем, внутри. Не кусочки товарного, так сказать, как хозяйства, не частички, не элементы, а моменты. Есть противоречия между непосредственно, то есть, возникает противоречия между непосредственно общественным характером социалистического производства и отрицательным моментом товарности. Соответственно, противоположные тенденции. Первая тенденция – к усилению непосредственно общественного характера производства и ослаблению товарности. Но есть и противоположные, которые борются с основной тенденцией, позитивной. Это к усилению момента товарности, к ослаблению непосредственно общественного характера социалистического производства. Вот теория, без которой она никуда дальше не идти. И если мы посмотрим, как развивалась, вернемся теперь к практике строительства и развития советской экономики. Я вот сказал, что была определена генеральная линия. Убрал вторую сторону. Ведь она действовала, она присутствует к моменту товарности. И понятно, что вот это развитие шло противоречиво. Это не так, что каждый год у нас снижалась себестоимость, росла производительность труда, снижались цены и все замечательно было. Да нет, все шло через противоречие. Были периоды, когда и цены росли, и себестоимость-то не особо повышалась. Но во всяком случае, основная генеральная тенденция, она была сильнее. И она развивалась. Ну вот я приведу пример. Скажем, показатель прибыли. Ведь он существовал в советской экономике. Вот сейчас с высоты нашего времени, я вот задаю вопрос, а вообще нужен он для функционирования советской экономики? Ведь по своей сути, я в начале лекции говорил, прибыль это что такое? Превращенная форма прибавочной стоимости, а прибавочная стоимость это часть труда, именно прибавочного труда рабочего. Поэтому увеличение прибыли в конечном итоге ведет к увеличению затрат труда рабочего. А нам нужно снижение затрат. Она не нужна. Потому что, скажем, государственное бюджет пополнялся за счет налога с оборотом. Но вот при функционировании и стимулировании предприятий применялись два показателя. Вот этот директорский фонд или фонд применирования, он образовывался, во-первых, по нормативу от снижения себестоимости или по нормативу от роста прибыли. Ну, снижение себестоимости понятно. Но, предположим, ставится плановое задание. Вот я так. Вот снизить себестоимость на такую величину. Выполнил? Замечательно. Если все мы, скажем, выполнены на своих рабочих местах, на своих предприятиях снизили себестоимость без увеличения заработной платы. Заработная плата номинальная у нас как бы осталась. Но мы пришли в магазины и что увидели? Там товары, продукты по более низким ценам. То есть реальная заработная плата выросла. Это вот основное, скажем так, общественное материальное стимулирование. А есть дополнительное. Если ты вот это плановое задание по снижению себестоимости перевыполнил еще на какую-то величину, ну, скажем, половину ты можешь направить на премии. То есть вот эта половина, а так, уйдет, скажем так, на снижение цен еще дополнительно. А половина не придет к снижению себестоимости, поскольку выплата заработной платы, она идет к увеличению себестоимости. Ну, если ты перевыполнил задание, это же хорошо. А прибыль? Ну, прибыль. Тогда надо увеличить прибыль. А прибыль привязана по известному нормативу себестоимости, например. Но, как выходили из положения? Обязательным условием получения дополнительного материального поощрения, скажем, по нормативу от прибыли, было выполнение плана по снижению себестоимости. Выполнил тогда, дай, получи. Не выполнил, ты не получи. То есть вот процесс, он шел противоречивый, но шел, кажется, в правильном направлении. Что в теории? В теории продолжалось осмысление. То есть был построен социализм, вот это осмысление, обоснование. И шла борьба. Шла борьба. В 51-м году было проведено совещание экономистов, и очень, так сказать, спорили о характере социалистического производства, основном экономическом законе и так далее. Затем Центральный комитет принял решение подготовить макет учебника политической экономии. В 1953 году вышла работа Сталина. Экономические проблемы... 52-м. 52-м. Развитие экономических проблем социализма в СССР. Сталин. Значит, где Сталин высказал свою позицию на вот обсуждаемый нами вопрос? Ну вот она следующая. То есть, во-первых, Сталин совершенно правильно сделал вывод о том, что средства производства при социализме не являются товарами. Ну, это же правильно. Если социалистическое производство, форма производства диаметрально противоположные товарам, то не могут быть товары. В то же время он заявил, что предметы потребления – это товары. Но раз товары, то в известной степени он допустил использование закона стоимости. Ну, вот такая позиция. Ну, что можно здесь сказать? Ну, трудно сказать. Во всяком случае, наверное, была проблема у нас и в партии, как это изучение, диалектики. Ну, во всяком случае, за вот этой научной позицией, высказанной позицией Сталина, не последовали какие-то решения в области изменения системы управления советской экономикой, и не были внесены изменения в программу партии. Вот ту формулировку основную, которую я называл. Затем в 1953 году Сталина не стало. Руководству партии пришли, ну да, группа товарищей по главе с Рущевым, которые предприняли наступление на марксизм и ревизию марксизма. И начали они, конечно, с основной, с фундамента, с политической составляющей. На 22-м съезде выкинули депутатуру пролетариата. И ввели такую формулировку, что в условиях социализма шире использовать товарно-денежные отношения. Ну, что значит товарно-денежные отношения? Отношения с товарным производством, со всеми прелестями и законом стоимости, и с прочим, прочим, прочим. Ну, вот, во всяком случае, вот был сделан шаг, и была создана питательная среда и поле для развертывания вот этого, наступления вот этой негативной тенденции по усилению товарности. И в 1965 году уже были приняты практические шаги. Была проведена так называемая экономическая реформа, которая во главу угла поставила стоимостные показатели. Вот я хочу здесь обратить ваше внимание, акцентировать, что проблема не в самих показателях. Потому что, ну, показатели, скажем, учета затрат труда нужны? Конечно, нужны. И стоимостные показатели, наверное, нужны для учета затрат труда. Проблема в том, что она была, вот эти показатели были поставлены во главу угла. И вся система планирования, экономического стимулирования, контроля была сориентирована на эти показатели. Ну, простой пример. Вот я вам приводил, как стимулировалось, скажем, 30-е, 40-е, ну, 50-е годы труд от снижения себестоимости. Вот снизил настолько, вот те проценты. Снизил больше, значит, больше получишь премию. А сейчас стали. Вот стоимостного объема процента. Ну, скажем, вот, Торгашов своей статьей пишет. Он, так сказать, тот человек, который работал и в те годы, и в те годы в опытно-конструкторском бюро. Поставили задание. Делать разработку такого-то аппарата, прибора. Объем стоимостной, вот такой там, столько-то рублей. 2% идет на премию. Ну, давайте подумаем. Если вы снизите себестоимость, это к чему приведет? К снижению стоимостного объема. Получите вы премию? Нет. Значит, что нужно делать? Повышать? Повышать затраты. То есть, социалистическое, непосредственно общественное производство были принесены, но они и так существовали, чужеродные эти элементы, но они были поставлены во главу угла. Соответственно, пошел процесс, когда вот эта негативная тенденция стала преобладать над позитивной. Ну, чем закончилось, мы это знаем. Ну, попутно я хочу здесь дать оценку руководителям партии КПСС. Ну, мы справедливо говорим, значит, Хрущев, это ревизионист сам, основной, так сказать, глава группы ревизионистов. А как другие? Ведь когда была проведена эта экономическая реформа? В 65-м году. Хрущева уже не было. У руля партии стояли другие товарищи. Вот что они сделали? Ведь они в полном основании, можно тоже назвать ревизионистами. Потому что они, они выправили положение, восстановили положение о диктатуре пролетариата в программе партии? Нет. Более того, они продвинули это ревизионистское дело дальше, они провели экономическую реформу. То есть не такие же ревизионисты, даже могут даже и хуже. Но противоположная тенденция, которая выражает непосредственно общественное характер социалистического производства, она же тоже никуда не делась. Ишла борьба. И это шла борьба прежде всего, конечно, в теоретическом плане. Ну вот я могу сказать, будучи студентом в конце 70-х годов, в начале 80-х годов, могу сказать, что сформировалась целая группа, я бы сказал так, плеядок, замечательных, выдающихся советских экономистов, которые продолжали разработывать, обосновывать непосредственно общественный характер социалистического производства. Могу назвать несколько фамилий. Моисенко Николай Андреевич, ну поскольку я учился в Ленинграде, то есть прежде всего я и знаком был с ними, учился у них. Моисенко Николай Андреевич, доктор экономических наук, профессор, был деканом экономического факультета Ленинградского университета. Ельмеев Василий Яковлевич, доктор экономических наук и доктор философских наук, профессор Ленинградского университета. Ну вот, к сожалению, обоих уже нету живых. В этом году мы празднуем 90-летие со дня рождения Василия Яковлевича Ельмеева. И если вы обратили внимание, в плане занятий университета рабочих корреспондентов будет несколько занятий, посвященных творческому наследию Василия Яковлевича. Из ныне здравствующих Попов Михаил Васильевич, хорошо вы знаете, Долгов Виктор Георгиевич, доктор экономических наук, профессор. В Москве, в других городах также работали выдающиеся экономисты. Цоголов Николай Александрович в Московском университете, Кащенко Александр Иванович в Ярославском университете. Ну, безусловно, Сергеев Алексей Алексеевич, выдающийся экономисты, не только экономисты, политический деятель, коммунист, которого тоже, к сожалению, этих экономистов уже среди нас нет. Список можно продолжить. Значит, я, возвращаясь к нашей теме, хотел бы отметить две работы, которые, наверное, следует изучать. Первая работа называется «Планомерное разрешение противоречия социализма как первой фазы коммунизма». Автор Попов Михаил Васильевич. Она вышла в 1986 году. Вот в чем ее значимость? Михаил Васильевич рассматривает ядро, а именно противоречия развития социализма. И берет их в системе. Но если рассматриваются противоречия, то рассматриваются противоположные тенденции, их борьба. Все те, кто хотят узнать, в чем причина того, что произошла у нас контрреволюция, у нас в ряде других стран. Что нужно делать для того, чтобы коммунизм у нас развивался, социализм развивался в полный коммунизм, а не шло движение назад. Вот рекомендую прочитать эту работу. Она размещена на сайте Фонда Рабочей Академии в разделе «Библиотека». Вторая работа, это работа Василия Яковлевича Ельмеева, называется «Социальная экономия труда. Общая основа политической экономии». Фундаментальный труд по размеру, по содержанию. В этой работе Василия Яковлевича Ельмеев обосновывает, доказывает, что на смену этой стоимосной теории приходит теория производства потребительной стоимости. То есть на смену политической экономии, скажем так, наемного труда, капиталистического производства приходит политическая экономия труда. Тоже рекомендую почитать, как такое фундаментальное произведение. Чем вот закончились эти дискуссии? В научном плане, я непосредственно, прежде всего, свидетель, немного участник этих событий, могу сказать, что противоположная сторона, они получили название, противоположная сторона, товарники так называемые, возразить было нечего. Просто нечего. Какие методы они использовали? Ну, как вот здесь можно попытаться теоретически доказать, что социалистическая экономика является товарной? Методы очень простые. Первый. Они к любым понятиям, терминам, категориям товарного производства приделывали прилагательно-социалистический. У нас не просто товарная производство, социалистическая. У нас товар какой? Социалистический. Деньги социалистические. Цены социалистические. Все замечательно. Правда, один вопрос не отвечали, не давали ответа. Но если товарное производство, если оно развивается по внутренним присущим законам, то неизбежно появляется прибавочная стоимость, соответственно, безвозмездное присвоение прибавочного труда, то есть эксплуатации. Здесь вот они просто не отвечали. Вот нет и все. Вот товар есть, деньги есть, цены есть, прибавочной стоимости нет. Как они цитировали? Ну, вот я называл в это время, конечно, они тоже издавали книжки, но одна из них называлась так. Товарно-денежные отношения, ну, это очень любые мантры, в условиях непосредственно общественного социалистического производства. Ей был еще один сложный момент, ну, классики марксизма-ленинизма, который не просто высказан, там, понятно, вся логика, и однозначные, четкие высказания, мысли, определения. Ну, вспомним, в антидюринге, я напомню, что касается закона стоимости. Энгельс сказал, закон стоимости – это основной закон товарного производства, следовательно, и выше его ступени капиталистического производства. Вот в той работе, в которую я, так сказать, приводил название «Один из товарников», для того, чтобы подкрепить цитаты из классиков, его мысли, что вот надо использовать при социализме закон стоимости, он писал, что даже Ренгельс писал, что закон стоимости – это основной закон товарного производства. Точка и кавычки закрывается. То есть, пытались всякими путями, то есть, возразить было нечего. И даже вот в 1986 году, когда была принята так называемая новая редакция программы партии, Горбачевская, ну, а в партии уже большинство было за ревизионистами, Горбачевцами, были вынуждены поставить пункт, Правда, и здесь, так сказать, извратили его, обкарнали, что при коммунизме полностью утвердится непосредственно общественный характер социалистического производства. Понятно, что процессы уже реставрации капитализма шли полным ходом, хоть уже было, пока не остановить, как показала эта история, но это другой вопрос. Я подхожу к концу. Какие выводы? Вывод очень простой. Что социалистическая экономика, как и коммунизм, вот он не идет вот так по одной линии возрастающей, только линии прогресса, а он идет в борьбе с противоположной тенденцией. И не факт, что вот эта генеральная основная тенденция автоматически победит. Она победит только при одном условии, что если эта борьба будет преодолевать вот эту тенденцию, если брать экономику, борьба за непосредственно общественный характер социалистического производства, будет преодолевать товарность и вести к ее ослаблению. На этом я закончу. Спасибо большое, Виктор Иванович. Мы ценим ваш гуманизм по отношению к нам. Вопросы. Товарищ Дергунов интересуется. Исследователь сталинизма Альфаэт Козин утверждает, что в СССР социализм так никогда и не был построен. Не до 22-го съезда, ни тем более после. Ввиду того, что осуществленное собственное средство производства так и не было достигнуто. Была мягкобуржуазная тенденция в деревне, например, а также не было реальной выборности, сменяемости власти. Прав ли он? Если не прав, то в чем? Понятно. Ну, во-первых, утверждение насчет сталинизма. Нет такого сталинизма. Есть марксизм-ленинизм. А Сталин, он продолжатель марксизма-ленинизма. И в основном пункте, коренном пункте политической гиптатуры и пролетариата, как политической основой советского строя, он стоял, что называется, крепко, насчет. Что касается заявления. Товарища, что социализм не был построен. У него-то оснований нет. Вот он говорит, первое, что по поводу собственности. Ну, как же нет. Когда у нас был построен социализм? Вот переходный период, еще раз напоминаю, это борьба укладов. Вот коммунистический уклад и мелкотоварный. Ведь в середине 30-х годов коммунистический уклад в экономическом плане победил и мелкотоварный, и товарный уклады. А почему была установлена общественная собственность на средства производства? Потому что существовала диктатура пролетариата. То есть это вот неизбежная связка. А вот когда ее не стало, когда ее отменили на 22-м съезде, ведь интересы рабочего класса – это суть общественной интересы. Тогда получается, что после 22-го съезда вот эта государственная собственность, и государственная собственность еще не однозначно общественная, стала использоваться в интересах определенных круга лиц. Но пока еще как бы от имени народа, пользу народа. Вот тогда пошел процесс обратный. Переходный период от коммунизма к капитализму. То есть у нас социализм все-таки был. Это первое. Второе. Насчет мелкобуржуазных тенденций. Конечно. Конечно, и существовали. Так об этом-то и говорит и марксизм, и явность говорил. Ведь социализм – это какое общество? Это коммунизм в первой фазе. Это коммунизм, который содержит в самом себе свое отрицание, как отрицательный момент. В отношении вашего вопроса могу сказать, что значит отрицание. Это отрицание общественных интересов. Это вот определенные мелкобуржуазные устремления и интересы. Они существовали и среди рабочего класса, и среди рабочего. И суть этого социализма в том, чтобы бороться с этими, с отрицанием, которое существует в нем самом, и идти вперед к полному коммунизму. Ну, так бы отрицалось. Значит, в эпоху полного коммунизма отмирает государство, так как больше не нужно никого подавлять. Но в то же время буржуазные тенденции у отдельных индивидуумов будут возникать всегда. Кто в таком случае тогда будет эти тенденции подавлять, а если уже не будет государство? И нет ли в этом противоречия? Да нет, само общество будет подавлять. Какие-то временные народные дружины отрядные сформировались? Насчет отрядов вооруженных я не знаю, наверное. Нет, ну так если вот сейчас кто-то начнет буянить по пьяни, ну мы же его выведем, наверное, все-таки. Вот так и будет. А, ну это вот сюда. Значит, нужно шанс. Это не государство. Далее, значит, тут товарищ Чернов спрашивает. Про национализацию. Были национализированы основные отраслеобразующие предприятия. А по какому принципу, по каким критериям были выбраны предприятия для национализации? Я правильно прочитаю? Да. И второе. А, ну тут несколько вопросов. Давайте, наверное, пока-то. Мы брали, наверное, крупнейшие, которые определяют ход экономики. Называется, так называемой, командной высоты экономики. Наиболее, крупные предприятия, скорее всего, так. Транспорт, энергетику. Главное, те, кто определяет вообще судьбу. Нет, конечно. Так, как рассчитывать себестоимость товара? Как назначается заработная плата рабочим разных отраслей? Себестоимость совершенно разная. Значит, себестоимость включает в себя затраты на средства производства и заработную плату. Наверное, товарищи, я имею в виду, что производительность труда разная на предприятиях. А как вот тут зарплату начислять? Давайте еще раз прочитать. Потому что, наверное, несправедливо, если слез огноборожие ставки предприятия. Нет, ну, себестоимость расчетится по калькуляции. Это, так сказать, бухгалтерское дело. Разно означается заработная плата рабочим разных отраслей. Может, не грамотная вопрос? Нет. Там, наверное, как при разных производительности труда на разном предприятии, как вот выровнять зарплату на них? Нет, существовали тарифные сетки, тарифные ставки. Кроме того, существовало разные виды. Есть повременная оплата или издельная. Там разные были системы. Я вот пока вопрос не понимаю, что это значит. Ну, когда есть труда разная, а зарплата все равно выравнивалась по всему СССР в соответствии со старичными справочниками. Там северными коэффициентами, само собой. Это коэффициент мы убираем в сторону, это как дополнительная. Она и выравнивалась, потом снова расходилась, потом снова выравнивалась. Шел процесс. Ну, единственная тенденция однозначно была, что вот рост производительства труда вел к снижению себестоимости. Снижение себестоимости вел к снижению розничных цен. Вот у нас период был 6 лет, когда вот так друг за другом шло. Поэтому при нем повышении заработной платы, ну вот были установлены когда-то, пускай там в Саши установлена заработная плата, реальная заработная плата росла. Вот это первый был принцип. Второй принцип, если ты превосходил плановое задание по снижению себестоимости, тебе назначалась премия. Вот я вычитал, я здесь могу сказать по каким процентам, я не стал злоупотреблять времени. Ну вот в 46-м году, то есть один из этапов, когда система менялась, 2-4% от экономии от снижения себестоимости шло, так называемый, директорский фонд. Это на социально-культурное мероприятие и на премирование работников, в том числе рабочих, которые добились. А если вы превысили, то есть добились сверхпланового снижения себестоимости, то норматив повышался 25-50%. Ну вот был такой принцип, но это один из принципов, это было много, и система постоянно менялась. И не всегда я хочу сказать, что это в лучшую сторону. Далее. Каким образом осуществлялось производство товаров во время Великой Отечественной войны? Частое явление коллектив завода купил на свои личные средства танк или самолет. То есть производство военной техники для государства стоит денег, и технику можно было купить, как и на рынке? Ну, во-первых, это не товары, и рынка не было. Ну, как производилось? Ну, как производилось? Как образовывалось? Осуществлялось производство продуктов во время Великой Отечественной войны. Ну, как работала экономика? В экстренном режиме. Коллектив завода купил на свои личные средства танк. Ну, да, были личные средства, вложили, купили. Я не понимаю, нормально? Значит, конечно, никто просто так танк в личные руки не отдал их. Хотя был случай, когда семья, там, отец с сыновьями купили пушку и на ней воевали. Это было. Но, конечно, они были военнослужащими. Это, конечно, большая условность. И потом, открою небольшую военную тайну, были изредка случаи, что действительно люди покупали на свои личные деньги танк или самолет полностью. Это, в основном, касалось крестьян, единоличников, пасечников. Потому что в кархозе, конечно, деньги на танк... Давайте уточнить. Заработать. Это, как бы, нельзя для пропаганды. Называлось, как купил. На самом деле, он унес деньги. Но эти деньги были закуплены. Человек вносил деньги. Средства, необходимые средства производства, изготовленные танки, отправленные на фронт. И далеко не всегда... Никакого рынка, никаких здесь уже товаров не было. И далеко не всегда эти средства покрывали стоимость танка. Ну, если человек значительную сумму вносил, то так, да? Это вызывалось. Так, дальше. Личный вопрос. В настоящий момент вы пропагандируете взгляды, враждебные, как раз у капиталистов. И в то же время вы, ваши коллеги, преподаете в вузах. А он не преподает. Внесен ли вам препятствий вашей преподавательской и научной деятельности вашего руководителя? Пока нет. Я хочу сказать, проблема была на рубеже в начале 90-х, когда, после окончательного завершения реставрации, так сказать, контрреволюционного переворота, я работал в ВУЗе. Один год программы не было. Вот каждый преподаватель что хотел, то и преподавал. Я читал «Капитал Маркса», «Марсийскую литву» к линейке вел. А мой сосед «Экономикс» читал. Но это продолжалось недолго. Пришли государственные, утвержденные государством программы по политической экономии, по экономической теории, где было четко сказано, что вот это учение Маркса – это лженаучное, а вот все остальное – это наука. Но я хочу сказать, за это время каких-то особых препятствий не было. Более того, вот сейчас вот, скажем, найти науку логики Гегеля можно. А в те годы была проблема. Удивительно, но это отдельный разговор, конечно. Ну вот Михаил Васильевич читает у себя в университете, втором ВУЗе страны, и про как забастовку организовать, и про то, как эволюцию сделать, там все это, ничего. Первым. Пока. А все прибавили. Если закончить, это же очень просто. Ведь буржуазия, она все четко слежит. Пока какая-то противоположная сила не представляет непосредственную угрозу строю, можно позволить поиграть демократию. Как только… Вы знаете, задаю на ваш вопрос, отвечаю вопросом. Скажите, пожалуйста, Какое расстояние между буржуазной демократией и открытой террористической диктатурой? Наиболее лекционных, наиболее шумнистических кругов. Какое? Отвечаю. Одна ночь. 2 октября 1993 года у нас была демократия буржуазная, а 3 октября все поменилось. Поэтому надо иметь в виду, быть готовым. Четвертого. Четвертого. Если прибавочная стоимость в товарном производстве идет исключительно на удовлетворение общественной потребности, такое производство не является общественным? Значит, прибавочная стоимость не идет на удовлетворение общественной потребности. Прибавочная стоимость идет в карман капиталистов на основе экономических и следующих на конец юридических законов. По закону стоимости это его святое право. Другое дело, что потом, скажем, рабочие и те же капиталисты платят налоги. Вот есть первичное распределение национального дохода, вторичное. Вот эти налоги поступают в государственный бюджет буржуазного государства. И там частично-частично идет. А что такое государство в буржуазном обществе? Это коллективный капиталист. Нашел на какие цели шапка и бабочная стоимость при товарном производстве с 1965 года до развара Союза? Еще раз точнее, товарного производства в 1965 году не было. В 1965 году, где-то до конца 1980-х, у нас все-таки было непосредственно общественно-социалистическое производство. Но в этом производстве момент товарности, на который был постального голубого угла, который стал активно развиваться, как раковые клетки, и стал губить вот это здоровое тело. А вот в 1985 году, когда был принят закон о так называемых кооперативных предприятиях, был дан зеленый свет уже непосредственно и мелко-товарному производству, и капиталистическому производству с использованием наемного труда. Значит, а не в 1987 году, а закон о госпредприятиях? Это другой закон. А я говорю отдельно о законе о кооперативных предприятиях. А товарность-то пошла, закон о госпредприятиях? Товарность, она существовала все время в социалистическом производстве, все время существует. В 1965 году ее поставили во главу угла, и она пошла в бурный рост. И эта товарность, как отрицательный момент в социалистическом непосредственно общественном производстве, она уже перешла в отдельные уклады. А что она пришла в эту прибыль? Она пришла в эту прибыль? Прибавочный продукт, она шла в государственный бюджет. Часть оставалась предприятием. Прибавочный продукт нет. Конечно. Прибавочный продукт. А кто к кому прибавлял? У Марса нет. Марс сказал, что и прибавочного продукта не будет в будущем коммунистическом обществе. Просто необходимый продукт расширит свои границы. Ну давайте уж точно. То есть и прибавочного продукта нет в соответствии с позицией Марса. А есть только необходимый продукт. Только из этого необходимого продукта часть надо отправить. Резервы, часть на расширение производства, часть на содержание трудоспособных и т.д. Но это продолжалось еще по инерции. Более-то я хочу сказать. Общественные фонды потребления, как форма распределения по потребности, в середине 80-х годов, это был пик их развития. Количественно. Последний вопрос. Некто Герасимов интересуется. Виктор Иванович, а разве советские рубли не являлись рабочими квитациями? Являлись. Так, товарищи, никто не записался, я должен выступать. Но все-таки надо поблагодарить Виктора Ивановича, потому что лекции у него не случайно собирают большое количество просмотров. Они действительно очень грубокие и высокопрофессиональные. Я вот два слова только хотел бы сказать по поводу укорочения рабочего дня. Вот Виктор Иванович совершенно верно сказал, что целью производства при социализме – это удовлетворение потребностей, и главная из этих потребностей – это потребность во всестороннем развитии личности. А всестороннее развитие личности, оно немыслимо без сокращения рабочего дня. И в самые тяжелые времена, в конце 20-х годов, у нас рабочий день сократился. Вначале он сократился до того, что работали по 7 часов, и работали 4 дня, а потом был день отдыха – пятый день. Даже есть такой рассказ – дом отдыха – пятый день. Потом, в связи с наступлением, с преддверием Великой Отечественной войны, в 40-м году был введен 48-часовой рабочий день, то есть работали по 8 часов, включая субботу. А что было после войны? После войны сократили до 42 часов, то есть стали работать по 7 часов, 6 и 7 – это 42 часа. По 7 часов стали работать, а не по 8. А потом Хрущев как изогнулся? Он взял и сделал уикенд так называемый. То есть он оставил те же 42 часа, но сделал 2 дня в неделю свободных. А трудящиеся работали по 8 часов – это 40 часов в неделю. А так как тут не украдывались 42, то была такая вещь, старшие товарищи помнят, называлась «Черная суббота». Это было очень плохо. Почему? Потому что после 7-часового рабочего дня у людей оставались сиры на ведение какой-то деятельности общественной по месту работы, профсоюзной, партийной и так далее. А после 8-часового рабочего дня уже ничего такого не остается. А тут два выходных и на дачу, на дачу, на дачу. Пить, пить, пить. Ну, не все, конечно, но тем не менее распространено. И это было, конечно, в контексте вот этого наступления Крущевского переворота. Фактически мы вот не случайно отчет контрреволюции ведем с 61-го года, 22-го съезда. Это была, конечно, большая победа, можно сказать, сторонников развития России в капиталистическом направлении. А потом убавили еще один час. Все-таки, чтобы не на 8-часовой рабочий день посереднуть не смели, потому что 8-часовой рабочий день это все-таки завоевание рабочих еще до октября, в феврале 17-го года. Ярочным порядком рабочий установили 8-часовой рабочий день. Вот. А ужаре до 41-го часа в неделю. И вот там работали, соответственно, чуть даже больше 8-ми часов. И вот эта 41-часовая рабочая неделя она даже была закреплена в Конституции 17-го года, чтобы, не дай бог, не понизили еще рабочее время. И только лишь с контрреволюцией, чтобы не злить трудящихся на начальном этапе, была введена вот нынешняя 40-часовая рабочая неделя. Но это, товарищи, конечно, для 21-го века, это безобразие. И это свидетельствует о схабости рабочего краса, того, что рабочий крас войну, борьбу не ведет. Вот это вот то, что я хотел сказать по рабочему времени. Все, спасибо большое, Игорь Иванович. Выключительное слово. Два момента. Первый момент. Есть такая фраза, что разбитая армия хорошо учится. Вот мы должны извлечь уроки из временной реставрации капитализма, временного поражения социализма. Но если не мы, то во всяком случае те, кто будут строить социализм и коммунизм. Это первое. Второе. Не забывать и видеть важность теоретической борьбы. Казалось бы, но сидят ученые в галстучках, спорят о том, товарное производство, не товарное. Да вот. Сделали вы социалистическое производство товарное, внесли в партийные документы, внесли изменения в систему управления экономикой. И мы пришли к разрушению социалистического производства. Вот на этом и хочу закончить. Спасибо большое, Виктор Иванович. Тема следующего занятия. Да, тема следующего занятия, это я помню. Это как Александр Сергеевич Казенов, доктор фирософских наук, известный многим здесь профессор, прочитает на тему важность истины. Истины и ее роль в политике. Истины и ее роль в политике, да. Вот. А что касается еще одного небольшого объявления. Значит, 22 апреля у нас состоится воскресенье занятие в Шараше Ленина, в музее Шараше Ленина. Это в форме конференции 12-й ежегодной в Радимире Ильичу Ленину в современном мире. Вот это вот тоже прошу иметь в виду. И готовиться. Субботник послезавтра в Ульяновке. Всего доброго вечера. Всего доброго вечера. До свидания. Спасибо. Спасибо.